всем привет сегодня я хочу вам показать знаете одну штуку дорогу знаете я всегда говорю что вот мне до аэропорта совсем недалеко там я все классы с 10 минут но сейчас мы посмотрим просто сколько на самом деле до аэропорта нам нужно замерим так сказать километры и время я сейчас счетчик поставил на 0 на спидометре да и по времени на видео вы сможете определить сколько же нам понадобится чтобы добраться до аэропорта аэропорт кельмбон мы сейчас находимся в городе тройзов тот город который я проживаю и сейчас просто до аэропорта съездим в аэропорт нам нужно посмотреть путевочки может что-то найдем там может быть нет так правильно сюда направо я скорость превышать не буду знаете там прям так чтобы быстрее доехать так это у нас сейчас 1033 я начал съемку что это чтобы запомнить сколько времени мне в этой так в конце видео увидите вот зеленый был ну ладно будем считать уже с полностью время до со всеми ситофорами но это единственный ситофор который у нас на на дороге так и аэропорт это называется кельмбон аэропорт или как у меня в названии канала си джи н то есть колонбон это официальное обозначение аэропорта кельмбон аэропорт небольшой такой я не знаю интернациональных полетов совсем немного они делают я знаю там во флориду аэровинкс например летает еще в какие-то американские города потом в египет летают но так не настолько он уж такой большой знать таких больших интернациональных рейсов они не предлагают но как мы например раньше летали в тот же минеаполис то есть раньше нам было очень удобно мы брали всегда кельм амстадам и амстадам минеаполис уже есть прямой рейс и поэтому раньше было для нас удобно но мне кажется из-за нерентабельности этого рейса его просто отменили это была компания к лм то есть королевские авиалинии голландские просто я заметил когда мы летали или когда я летал то самолет ну практически пустой был до бывало что в автобусе людей больше чем в этом самолете сидел так мы выехали на 59 автобан это в принципе автобан который ведет прямо до аэропорта если еще один раз свернуть нужно будет но это вы все увидите сейчас камерами немножко может быть трясется сегодня у нас выходной суббота так вот четыре минуты мы уже едем на светофоре на настояли две знак здесь 100 насколько я знаю ну вот я сейчас еду 120 и никто медленнее меня не есть да то есть я никому не догоняю вот это левая полоса все в одном темпе да нет 120 вещь правильно поэтому все 120 едут вот видите кельн стоит 20 километров но это имеется ввиду до центра города я так понимаю до кельн кельнского собора это автобан небольшой такой видите всего две полосы в одну другую сторону он соединяет ну можно сказать я не знаю что он соединяет ну в общем можно с кельна в бонд приехать кельн бонд еще есть другой соединение 555 автобан который идет уже ну с другой стороны так ну вот это вот первый аусфарт вот это вот обозначение линд это уже кельн то есть тройздов кельн они практически сливаются то есть нет границы между нашими городами если вот здесь мы съедим и по мы уже будем находиться в кельн так проехали мы уже шесть с половиной километра да ну как я бы назвал этот автобан вспомогательным да таким кусочком потому что там дальше еще третий автобан большой проходит вот видите уже с флюхафен то есть следующий аусфарт то есть съест это будет уже аэропорт мне самому интересно да сколько же времени на самом деле сколько километров я никогда не замерял я все говорил на как это у нас по своему ощущению да мне казалось всегда что вот 10 минут нужно чтобы доехать до аэропорта хотя мы один раз собрались в отпуск в турцию да и взяли такси и поехали в аэропорт а здесь пробка да и уже конечно не 10 минут было мы боялись что мы не успеем так вот я 100 еду как и все в принципе чуть-чуть газ гудапшу вот этот бус обогнать через тысячу метров нам съезжать и и и и и и и и и нам и и и и и и То есть тот кусочек автобана, на который мы сейчас съезжаем, мы увидят только в аэропорт. А вообще официально он называется Конрад Аденауэр, аэропорт или флюг Афель. То есть Конрад Аденауэр, это один из канцлеров Германии. Так, ну вот он аэропорт, в принципе, конечно, немножко отсвечивать вам сейчас будет. Так, нам Анкунфт, Апфлюг, эх, в последний момент свернул, вот так. Если мы поем на Анкунфт, да, мы попадем на нижние этажи, да. А если на Анкунфт, то мы, так сказать, сверху попадем, на верхнюю часть. Вот этого раньше не было, да, вот эти светофоров, только сделали. А, да. Я вот, когда я Ларису сестру отвозил, когда они у нас были? В зимой. В феврале, наверное. Да. В марте даже, в марте, в начале этого. Да. Еще не было эти светофоров. Вот, машина на прокат, что ли? 8 марта они были здесь. 8 марта, точно, 8 марта они здесь были. Так, ну вот здесь, видите, до 10 километров в часть скорости держать, потому что вот такие вот, ну как их лежачий полицейский назвать. Вот и все, в принципе, мы в аэропорту. Вот такой вот аэропорт. Вот там, кстати, и написано. Что-то написано. Айфангинстих пакен. Ага. 29 евро на этом смарте написано. 29 евро в неделю. То есть, можно, то есть, для тех людей, кто в отпуск уезжает, улетает. Здесь, кстати, внизу находится вокзал, где останавливается Интерсити по поезд. Это самый быстрый поезд в Германии. И вот там на аэропорту, да, на самом Кельнбонн-Эрпорт и Конрад-Аденауэр. Снизу написано. Вот до этого места, да, скажем, 11 минут. То есть, то, как я думал, на самом деле, так и есть. В районе 10 минут нужно нам, чтобы добраться до аэропорта. Да, ну сейчас, конечно, сезон отпусков. Там народу должно быть много в аэропорту. Каникулы начались. Каникулы, да, к тому же еще начались в Германии. Ну и сейчас мы просто поедем на парковку, запаркуемся. Сколько платить-то я уже не помню. Но здесь не дешево, да. Где-то евро-3 в час стоит, да, наверное. Есть возможность вот так запарковаться на 15 минут. Но здесь еще дороже. Там, кажется, 15 минут 2 евро стоит. Я уже не помню. Я вот в марте когда отвозил сюда родственников аэропорт. Вот это уже более новый терминал. Вот здесь вот. Его когда-то достроили. Так, ну а наша парковка вон там слева. А вот это на короткое время вот здесь можно парковаться. И здесь в аэропорту, знаете, много-много-много туристических агентств. Они прямо на одном этаже. Я не знаю, их там, ну, штук 50, наверное, ларьков. Куда можно зайти и посмотреть себе путевочку. Можно last minute купить и так далее. Куда мы сейчас и пойдем. Там самолет на посадку идет. Ну, я вам еще покажу. Уж на парковку заеду тогда. В принципе, это все. То, что я хотел показать. Так, вот и цены, да. Три евро. Каждый начатый час стоит три евро. И также указано, как и Smart там рекламирует, да. 29 евро в неделю. Ну, 29 евро в неделю это недорого, правильно? То есть, если учитывать, что тебе не нужно такси брать. Такси, который мы брали. Вот, смотри, мне пишет, что будет проверен мой номерной знак на автомобиле. Вот тут камера стоит, видите, слева. Около шлагбаума. То есть, каждая машина даже, так сказать, ну, наверное, я не знаю. То ли короткое видео, то ли фотографии делаются. А здесь против шерсти я буду. Вот сюда мне можно. Мы поем чуть дальше, чтобы нам ближе идти, да. Так, мест нет. Вот, а сейчас будет место. Здесь, наверное, я так понимаю, вот место, смотри, справа сразу. Да, вон дальше. Вон дальше много места. Я не люблю между... Вот тут широкое. Вот сюда я поставлю. Да, конечно, парковочки. И Лариса, когда прилетела сюда, мы ее забирали с братом, с моим. И когда Колян начал выезжать, и вот так, как я сейчас, да, несколько заходов делал, чтобы... Ну, в том случае он выезжал, я заезжаю сейчас. И Лариса поняла, насколько же в Германии все уже, чем в Америке. Так, чуть-чуть левее, вот так. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.